Займ под залог крипты. Криптозаймы. Тема сегодняшнего видео. Привет, меня зовут Виталий и сегодня мы поговорим о площадке JustLand. Подписчики моего канала знают данную площадку. Знают, что на протяжении уже двух месяцев я тестирую данное направление. У меня на канале даже есть отдельный плейлист, он так и называется. JustLand. Креативно. Так вот, на данной площадке мы можем отправить свои средства в стейкинг и за это получать вознаграждение. То есть мы можем использовать JustLand как площадку для стейкинга. Второе, на данной площадке мы можем брать займ под залог крипты. Так что, ребят, сегодня, в сегодняшнем видео, первое, что мы будем делать, это гасить тестовый займ. Да, я где-то месяц назад оформил тестовый займ. Я хотел посмотреть, как это работает. Я взял, я все это для себя изучил и в сегодняшнем видео, в самом начале, мы будем гасить тестовый займ. Второе, я буду добавлять активы в стейкинг. То есть я буду увеличивать свой пассивный доход на JustLand, плюс это даст мне возможность брать более крупный займ. И третье, я оформлю займ. Новый займ, который в дальнейшем я отправляю уже на следующую площадку и там отправляю в стейкинг. То есть, ребят, сейчас я замутил, скажем так, целую экосистему, связанную с JustLand. Сейчас я буду развивать эту площадку, плюс регулярно, стабильно я планирую здесь оформлять криптозаймы. Так что, ребят, уже в следующем видео я покажу, куда я отправил в работу те средства, которые я сегодня возьму в займ. Так что, чтобы это все не пропускать, подписывайтесь на канал, ну и пишите свое мнение в комментариях, правильно я делаю или лучше не связываться с этим всем. Ну что ж, переносимся на экран. И первое, что мы будем делать, это гасить займ. Тестовый займ, который я брал для обучения, для проведения разных тестов. Я хотел понять, как работают займы на площадке JustLand. Тесты сделаны, я все понял. Сейчас будем гасить займ. Для того, чтобы это сделать, вот здесь указано Total Barrow, то есть суммарно 28 долларов. Именно такую сумму надо вернуть. Идем в раздел My Barrow. И здесь написано, что брал взаймы USDJ. И как раз таки их надо вернуть. Вот у меня, кстати, на балансе есть 28-20 USDJ. Нажимаем на него. Нажимаем Max. Суммарно я сейчас возвращаю 28.069. Нажимаем сюда Repay. Подтверждаем транзакцию. И в принципе на этом все. Да, вы можете смотреть, что все. Займов по сути уже нет. Риск ликвидации моего аккаунта равен нулю. То есть ликвидации сейчас никакой нет. И я могу себе спокойно дальше получать начисление. Следующий шаг. Сейчас будем пополнять личный кабинет на JustLand. Здесь написано Total Supply. То есть это общая стоимость моего аккаунта, скажем так. Сейчас суммарная его капитализация это 403 доллара. Из них 301 это в токене USDD. И 101 в токене APY NFT. Сейчас я сюда буду добавлять TRON. То есть TRX. Кстати, еще буду получать по стейкингу 8,7% годовых. Что мне это даст? Я увеличу свой общий Total Supply. И смогу брать еще больше взаймы. Ну вот смотрите. Сейчас я смогу взять взаймы. Давайте посмотрим на USDT. Максимум это 254 USDT. Сейчас я пополню сюда свой кабинет. И мы посмотрим, что я смогу брать еще больше взаймы. Так, напротив TRON нажимаю здесь Supply. Так, давайте я отправлю в работу ровную сумму. Это 5400X. Нажимаем Supply. Подтверждаем транзакцию. И в принципе на этом все. Сейчас мой общий Total Supply увеличен на 727. И сейчас в работе мы видим 3 актива. APY NFT, USDD и TRX. По всем троим активам сейчас будут идти начисления дивиденды. Также здесь видим, что на этих двух включен этот переключатель. А на TRON еще не включен. Что это за переключатель? Это разрешаете ли вы использовать ваш актив в качестве обеспечения для залога. Объясняю. Смотрите. Раньше сколько мы могли брать? 254 USDT. И сейчас тоже 254. Но почему? Если общий Total Supply увеличен с 400 до 700. Но сумма не выросла. Потому что здесь переключатель не включен. Если планируем использовать займы, то надо этот переключатель включить. Нажимаю включить. Подтверждаем транзакцию. И все. Я разрешил использовать TRX в качестве обеспечения. И давайте сейчас мы посмотрим, сколько мы можем взять взаймы. Нажимаем сюда. Максимум. И вот максимум я могу взять 449 USDT. Переходим к третьему шагу. Иду брать займы. Мы можем взять любой из присутствующих здесь активов. Здесь вот указана годовая процентная ставка. То есть я могу взять TRON под 23% годовых. Могу взять USDT под 2,6% годовых. Но я возьму USDJ. Это тоже стейблкоин. Но у него процентная ставка 0,22% годовых. Ну а дальше уже вот этот USDJ я могу легко обменять на USDT, на USDC и так далее. Поэтому я беру USDJ. Кстати, небольшой спойлер. Именно вот эти займы я буду использовать на площадке NomiSwap. Я буду брать здесь взаймы под 0,22% годовых. И отправлять здесь в работу под 99% годовых. Но это будет в следующем видео. Сейчас я просто беру займ. Нажимаем здесь borrow. И для начала я возьму 150 USDJ. И вот здесь видим, что здоровье моего аккаунта вот здесь с 0 сразу изменится на 26,7%. Нажимаем здесь borrow. Подтверждаем транзакцию по TRONLINK. И в принципе транзакция прошла успешно. И вот у нас уже отображается полученный займ 150. Идем в раздел MyBorrow. И здесь мы видим, какой токен взяли, под какой процент, в каком количестве. 150 с TableCoin USDJ. Уже есть за моим аккаунтом. Вот, можем смотреть. Это адрес. И на этом адресе появилось 150 USDJ. Ну, ребят, на этом буду заканчивать. Главное, что хочу напомнить. Сейчас здоровье моего аккаунта, то есть риск моего аккаунта ликвидации это 27%. Нельзя его допускать вот сюда в красную зону, потому что там меня может ликвидировать. И этот Total Supply просто сгорит. Вот и все. Поэтому сейчас этот TableCoin я отправлю в работу в фарминг. А уже полученный профит буду раз в месяц или раз в неделю отправлять сюда и частично гасить вот этот займ. Чтобы риск моего аккаунта уменьшался в меньшую сторону. Приближался к нулю. Но это я буду показывать в дальнейших видео. Так что вы понимаете, что сейчас рубрика займы на JustLand будет регулярная. Всем пока.